Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я вам покажу два моих новых приобретения для коллекции и расскажу ту информацию, которую мне удалось о них собрать. Первая – это скульптура, вернее, скульптурная группа под названием «Джигитовка-Лизгин» работы Каслинского скульптора и литейщика Василия Федоровича Тарукина. В свое время эта композиция была создана мастером по мотивам скульптурной группы знаменитого русского скульптора Евгения Александровича Лансаре. Лансаре выполнял небольшие статуэтки и скульптурные группы на исторические, этнографические, фольклорные и бытовые сюжеты. Лансаре создал эту скульптурную группу в 1874 году под впечатлением от поездки на Кавказ, и его модель в высоту была более 50 сантиметров. Моя статуэтка высотой 28 сантиметров. Это уже переработка Тарукина. Тарукин был гениальным скульптором-самоучкой и получил известность благодаря изготовлению для отливки моделей уменьшенных копий работ выдающихся скульпторов. Данная скульптура, джигитовка Лизгин, не имеет аналога в бронзе и отливалась только в чугуне. То, что это работа Тарукина, вот здесь есть отметка на основании скульптуры. Вот в этом месте вы видите работа Тарукина. Отлита эта скульптура в 1962 году, о чем говорит клеймо на обратной стороне. Самые часто встречающиеся дефекты у данной скульптуры, это бывают часто отбиты пальцы на руках, также отсутствует ружье. Важно обращать внимание при покупке родная краска или нет на чугуне. Также внимательно смотрите, все ли на месте элементы у пряжи. Вот у моей лошади здесь отсутствует один элемент, это повод. И на второй лошади болтается трензель, но в принципе я проконсультировалась, это небольшая проблема, все это можно достаточно легко устранить. Очень хорошо проработаны все мелкие детали. На лицевой части подставки мы видим барельеф с композицией из оружия и снаряжения всадника. В данной композиции изображен элемент боя. Два горца мчатся на конях, спасаясь от преследования. Один джигит поднялся на стреминах во весь рост, а другой джигит отстреливается. Джигитовка – это упражнение на скачущей лошади у некоторых народов Средней Азии и Кавказа. Лезгины – это народ, относящийся к коренному населению юго-востока Дагестана и севера Азербайджана. Что еще можно сказать по поводу творчества Василия Федоровича Тарокина? Учился рисованию и лепке он в заводской художественной школе. Был первым каслинским художником, отразившим в художественных изделиях из чугуна «Жизнь человека-труженика». Внес в каслинское литье мотивы народного творчества. В каталог художественных изделий каслинского завода вошли скульптурные группы Тарокина, такие как «Литейщик за работой», «Углевоз», «Крестьянин на пашне», «Старюха с прялкой» и другие. И, между прочим, Тарокину посвящен сказ Павла Петровича Бажова «Чугунная бабушка». Обязательно прочитайте, кто не знаком с этим произведением. Вторая статуэтка – это также литье. Статуэтка Дон Кихота. Сделана она была в Днепропетровске на Днепропетровском машиностроительном заводе ДМЗ в 70-е и 80-е годы. Высота ее 18 см. Весит она 500 грамм. На основании статуэтки есть клеймо. Буква «Д» и цена 20 рублей. Подобную статуэтку выпускали Касли из чугуна. Почему говорю подобную? Потому что вот эти производства ДМЗ статуэтки отличаются. Там есть отличия в наклоне головы, в положении руки, меч другой формы, основание по-другому совершенно сделано. По Каслинской статуэтке могу сказать, что автор ее Готье, французский скульптор, работал в сфере портретной и декоративной пластики. Две его самые известные фигурки – это Дон Кихот и Мефистофель, персонажи Сервантеса и Гетта. Дон Кихот – это символ добра, благородства, а Мефистофель – символ зла. Кто автор варианта именно вот этой модели Дон Кихота, мне, к сожалению, неизвестно. Но я надеюсь, что меня смотрят многие люди в Днепре. И те, кто работал на этом предприятии, на ДМЗ, возможно, как-то прольют свет. То есть вопросов много. То есть кто автор этой модели, вообще кому пришла идея на ДМЗ выпускать эту продукцию. Это был отдельный цех, это может быть просто какая-то линия была. В общем, те, кто обладает информацией какой-то, обязательно напишите в комментариях, поделитесь. На блошиных рынках я одинаково часто встречаю у нас в Днепропетровске как и бронзовых Дон Кихотов, так и производство кассли из чугуна. Вот здесь вот меч, он идет отдельно. Меч, кстати, я не помню, сказала или нет, в касслинских фигурках тоже другой. Вот эта вот рукоять, она другая. Часто продают эти фигурки без меча. Ну вот у меня она, к счастью, в полной комплектации. Сейчас попробую вам показать поближе. Вот у касслинской фигурки другой наклон головы. Мне кажется, и лицо по-другому сделано, и положение руки другое. Ну, в целом, в целом очень похоже. Купила я все эти статуэтки, все эти предметы у одной милой женщины. Значит, вот Дон Кихот, джигитовка, лесгин. Это вы видели сегодня. И я вам уже показывала вот этот, то ли сливочник, то ли заварочный чайник Гарднера. И вот эту вот статуэтку школьницы. Вот это было мной приобретено все в один день. По поводу Дон Кихота. Давно мы хотели с мужем приобрести вот эту статуэтку. И, в общем-то, сейчас она нас радует. Кстати, по девочке и по заварничьему чайнику уже у меня было видео. Вы можете перейти на него либо с главной страницы канала, либо в конце видео будет окошко. Я обязательно там оставлю ссылочку на этот обзор. Друзья, спасибо вам огромное за внимание. Если понравилось видео, обязательно поставьте лайк, пишите комментарии и, конечно, подписывайтесь на канал. Вам желаю крепкого здоровья, радости, благополучия и успехов. До новых встреч на моем канале. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok